И что там было? Значит, из официального доклада... Ну, я правду говорю, не воровник когда-то. Это по документам. Официальный доклад не мой. А политработник и партийный туда детика зачастили на вывод, там, из ЦК. Вот доклад, выдержка из доклада. Значит, после 1985 года по настоящий момент 40-я армия сплошь состоит из антисемистов и сталинистов и антисемитов. Как вам фото игровочек? Основной офицерский состав. Члены ГПСС, которые нас призывали за интернастализм, ехать в другую страну и там... Я ничего не имею против евреев, против всех других китайцев, арабов, народа племени майя пока не наступает на мозоличный время моей семьи. Я что свой, что чужой, все равно. Желание взять и убить на месте просто. Ну а так интернационалист, вроде бы, как, в хорошем понимании. И у меня был друг хороший, вот так расскажу, от отвлекли, если не уверен. Ну если все правительство Украины из них состоит, точно от Порошенко и Цивюкова заканчивают. Что поделать, значит? И наши олигархи тоже там такие же. Все давно уже не видели. Так вот, вопрос в том, что не бывает национальности. Был в начале клуба в 860-м полку. Капитан, звали его Семен, фамилия, по-моему, Модельман. Капитан. Его ненавидели, потому что он еврей, а офицер. А я с ним загружился. Он пил больше русского. Больше меня, по крайней мере. Точно, значит. И все. Говорю, что его на боевые не пускают, к ним относятся. Когда он погиб на операции, поехал куда-то, кинофильмы какие-то повез. И на колонию, а по-моему, погиб. Такая была версия. А в полку, и у нас у всех была, значит, прапорщик погибает. По 27 сдают все, и мы тоже. Куда мы без полка-то? Хотя денег за 10 километров. Офицер по 30, или по 40, я же не помню. Когда погиб Семен, значит, офицеры отказались, ничего не сдавали. Мы узнали, я приехал туда. И вместе с комбантов два, со Славой Масоскин, вот с этим Ольбиносом, с разными глазами. Который ни черно не боялся. И колонны в воде, много колонны. Пришли спящие, похмельные офицерские модули и стали матом ругаться на всех. И получил их действие, это вообще возымели. Забрали потом все и отправили вот этот, его офицер, прапорщику состава полка, отправили его жене эти деньги. Ну, что там, вот выделяло государство, 3 тысячи на похороны, там, и все про все. Вот, а тут, ну, не потерю гармиться, конечно, не скупить, но, тем не менее, куда-то я отвлекл национальный вопрос опять. Вот этот вот заключительный оток. Уж извините. А он точно погиб. Ветеран, а? Чего? Нет, он точно погиб. Погиб? Погиб. Капитан в очках он ходил такой, я ему еще привез. Он просил, я поехал, он тут привез. Часы радио, часы, понимаешь, какие были? Часы эти японские, вот с этим циферблатом, идут черноушки, как? Тем более, может, и программу слушать. Подарил ему. Вот, кем он, он буквально плакал, потому что не пускают на операции, не нажали туда. Пули не разбирает какой-то национальности. Обрезанный ты, необрезанный. Главное, за что ты воюешь. Никак понимаешь. Ну вот, дальше, почему эта песня вообще появилась на свет, потому что отношения до 89-го года. Я помню вывод, я выходил в Термес, и 6-го, в ночь с 5 на 6 февраля 89-го года, я пробрался в Термес. Ну как пробрался? Я пришел с вводимой армией, со 103-й дивизии, и только потому что шифровка была дана, мне объявлено собисты. Я долго мотался и искал хоть кого-нибудь здесь. Они меня переправили через, до нашего поста в Термесе, и там сволочь сержант, старший пограничник, было без 15 минут 12. Это с 5 на 6 февраля. Он меня не пускал, штамп в паспорт не ставил, но у меня общегражданский штамп. Ему не имею права, ему сейчас объезд говорит, ну какой ты мой, ты же там, меня ждут в офицерском там. Не имею права, упёрся, ну благодаря, я ничего не сказал, это я говорю, что пограничники, это самые такие, твердо убежденные люди. И только 5 минут 6, а мне надо было 150 афганик куда-то списать, рекомендировку, я потратил, а тут вроде 6-го уже, ну не важно, это уже меркантинный чёт.